Житель Сиэтла, 56-летний Стюарт Далквист выстроил очень хорошие отношения с семейством ворон, и их история облетела весь интернет. Было чему подивиться вороны, умные создания, но кажется лишь сейчас и именно Стюарту, они открыли себя с совершенно новой стороны. В течение четырех лет мужчина кормил семейство из двух взрослых ворон и двух воронят кошачьим кормом, и те стали часто навещать его. Их соседство не прекратилось и после смерти мамы, ворона от лап енота. И совсем недавно оставшаяся троица принесла в дом Стюарта настоящий дар, который ввел мужчину и пользователей интернета в благое замешательство. Каково же его значение? Вот что он рассказал о знакомстве с этой семейкой, они гнездятся на большой елке, которая находится у нас во дворе, и мы слышали, как их кормят родители. Однажды я обнаружил, что оба птенца упали на землю, они еще почти не умели летать. Мы посадили их на дерево, и их родители, на самом деле довольно рассерженные на нас, забрали их. Птенцы выжили. После этого мы начали подкармливать эту семью. Мужчина говорит, что птицы всегда занимали важную часть его жизни. Он любит пернатых. На фото ворон, которому Стюарт вылечил сломанное крыло. Мистер Далквист постоянно обращал внимание на голодно каркающих воронов, бегающих рядом с его домом. По его словам, довольно легко понять, когда они голодны. Стюарт и его жена кормят их качественным сухим кошачьим кормом. Вороны не так уж и любят зерно, как думают многие люди. Мужчина отмечает, что никто из тех ворон, которые побывали у него дома, не были отняты от родителей. Все они прилетали сами, раненые или голодные. Ну и вот, что совсем недавно преподнесла-то семейка ворон Стюарту. Разве это не прекрасно? Вы представляете? Вороны специально надели эти кольца на веточки. Пост Стюарта с фото загадочного подношения, собрал уже более 33 тысяч лайков и 9 тысяч ретвитов. Вывод будьте добры даже к незнакомым животным, и они этого не забудут. А может даже сделают вас своим королем, как это случилось со Стюартом Далквистом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.